Привет, друзья! Это Олег Молчанов и сегодня я вашему вниманию предлагаю очередной мини-проект на Flask. Это веб-интерфейс для парсера, ну для анализатора логов сервера патч. Работает он таким вот образом. Вставляем лог, пишем submit и он нам выводит все адреса, с которых было больше ста обращений какой-либо страницы. Ну это первые кандидаты на вылет, эти чувачки. Еще нам парсер этот наш предлагает сразу взять вот эти строчки, скопировать буфер обмена и вставить файл htaccess, чтобы заблокировать все запросы с этих IP-адресов. Ну вот этого гаврика точно можно банить спокойно. Вот это и я буду сегодня делать. Очень простое приложение. Одна вьюха на Flask, парочка шаблонов на фронтенде Bootstrap 4. Я создал папку для проекта, теперь я в ней открою терминал и создам виртуальное окружение virtualenv, venv. venv это название виртуального окружения. Зачем использовать и как использовать виртуальное окружение, я рассказывал вот в этом видео, здесь будет ссылочка и ссылочка будет в описании. Теперь я должен его активировать командой source venv bin activate. Я его активировал и мне здесь есть подсказка об этом, где я нахожусь. Я создам папку для приложения, перейду в нее, создам файлик mainpy и открою эту папку в Atom. Atom, как я рассказывал в своем обзоре, поддерживать работу с виртуальными окружениями из коробки, что очень удобно. Так и наверное я вставлю лог, переименую его просто в лог, чтобы покороче было, чтобы не мучиться. И наверное мы в начале напишем простой лог, а потом сделаем для него веб-интерфейс. Из-за основы я возьму тот лог, который я делал в самом начале как-то давным-давно, то есть он будет примерно таким же. Парсинг лога, он был осуществлен при помощи регулярных выражений. То есть я брал вот эти вот такие вот IP-адреса, считывал из всех вот этих строчек лога и дальше посчитывал при помощи счетчика counter, класс counter из модуля collections. Вот этим я сейчас и займусь. Для начала создам точку входа, if-main. Это условие проверяет был ли наш файл, вот текущий файл main.py. Это собственно о нем идет речь вот здесь, if-name. Был ли он запущен из консоли. То есть если он запущен из консоли, его имя будет main. Если его импортировали в другой модуль, то его имя не будет main и вот это условие не будет работать. И функция, в которой мы сейчас напишем, она не будет свое отрабатывать. Но все объекты, функции, переменные классы и так далее, они будут конечно импортированы в другой модуль. Так, я импортирую модуль RE, регулярные выражения, regular expressions. Следующее, что я делаю, я должен открыть файл и прочитать его содержимое. Я, наверное, создам переменную data. Открою, вызову функцию open и открою файл. Передаю название файла в кавычках в качестве аргумента функции open. Функция open открывает его и затем мы вызываем метод read. Можем его прочитать print data. Вот наш лог в том же виде. Окей. И теперь нам нужно найти все IP адреса, которые есть в этом логе. Как мы это будем делать? Мы как раз воспользуемся модулем регулярных выражений. Регулярные выражения это поиск какого-то текста по шаблону. То есть для того, чтобы что-то найти, нам нужно определить шаблон. Собственно, этим мы и занимаемся. Когда описываем регулярные выражения, мы создаем шаблон, по которому будет осуществляться поиск текста в другом тексте. Я для этого создам переменную pattern, который будет у нас принимать следующее значение. И когда мы работаем с регулярными выражениями, тут уместно использовать какой-нибудь валидатор этих самых регулярных выражений. Я использую Pythex. Здесь давайте мы в строчке определим парочку тестовых строк. Поскольку мы парсим IP адреса, нам нужно набить несколько каких-нибудь примеров. Такого плана. Ну, любых. Давайте еще немножечко. Здесь какое-нибудь слово добавим. Здесь какое-нибудь слово добавим. Еще тут что-нибудь. Тут какие-нибудь знаки. Восклицательные, например, после. Итак, нам теперь нужно написать шаблон, благодаря которому мы могли бы изъять вот эти цифры, разделенные точками из вот этой вот мешанины текста. Каждый IP адрес у нас состоит из четырех частей, разделенных между собой точками. При этом каждая часть у нас может состоять из одной до трех цифр. Вот с этого, наверное, начнем. С цифр. Слэш D означает цифру. От слова digit. Вроде бы он нам все подсветило, все здорово, за исключением точек. Теперь, если мы укажем просто точку, он нам подсвечивает не только точки, например, но и знаки нижнего подчеркивания. Да? А вот, например, сверху он не зацепил еще по одной цифре. А здесь не зацепил точку. Потому что просто точка на языке регулярных выражений означает любой символ. То есть после одной цифры идет любой какой-то символ. Нас эта ситуация не устраивает. И для того, чтобы указать, что нам нужна именно точка, мы должны ее экранировать. Вот таким образом. Слэш Точка. И вот мы теперь видим, что он нам зацепил только одну цифру, а потом сразу точку. Видите? Во всех ситуациях у нас зацеплена только одна цифра. Поэтому, чтобы цифр было нужное количество от одной до трех, мы должны явно это указать. Указываем количество цифр во фигурных скобках. От одной, запятая, трех. Слэш Ди. Повторяем это. Один. Запятая, три. Слэш Ди. Точка, простите. Слэш Ди. Один. Три. Слэш Точка. И слэш Ди. Один. Три. Вот наше регулярное выражение, которое нам позволяет забрать исключительно IP-адреса. И все ближайшие символы, которые есть рядышком, вот восклицательный знак, прям присобачен здесь. Здесь знак нижнего подчеркивания, они остаются за кадром. То есть они не учитываются при поиске. Что, собственно, нам и нужно. Берем и вставляем его сюда. Перед строкой можно поставить буковку R, которая говорит о том, что это так называемая сырая строка, от слова RO. Сырой. И она, вот эта буква, указывает интерпретатору, чтобы он не производил экранирование вот этих символов, которые идут со слэшем. То есть если буковку R не указать, то вот такой знак, например, будет восприниматься слэш N, как перенос каретки на другую строку. А это тубуляция, символ тубуляции, ну и так далее. Нам это не нужно. Давайте мы создадим переменную IPS от слова IP, но во множественном числе. Вы можете другое придумать, какую-нибудь переменную. И она будет принимать следующее значение. Я обращаюсь к модулю RE, обращаюсь к методу FINDALL. И дальше я этому методу сообщаю. Что мы будем искать? Мы будем искать текст, который соответствует шаблону, находящемуся в переменной паттерн. Показываю здесь переменную паттерн, вот эту, которую мы описали чуть выше. И второй аргумент, собственно, где мы будем все это искать? Мы будем искать в переменной DATA. Вот здесь. Здесь, как вы помните, содержится ссылка на открытый для чтения файловый объект. Наш лог. И функция FINDALL нам возвращает список. Список здоровенный, список всех IP-адресов. Можем сейчас его вывести на печать. PrintIPS. Вот он. Все, как мы и хотели. И теперь нам осталось только его посчитать. То есть нам осталось сосчитать количество вхождений каждого IP-адреса в этом списке. Удобнее всего это делать через каунтер, класс каунтер из модуля Collections. Поэтому мы из модуля From Collections должны импортировать класс каунтер. Давайте теперь посмотрим, что он нам дает. Ну, я создам, наверное, переменную какую-нибудь, не знаю, result. И она будет принимать следующее значение. Я обращаюсь к классу Counter. И передаю ему в качестве аргумента список с нашими IP-шниками, которые содержатся в переменной IPS. И теперь можем прочитать результат, result. И вот что мы видим. Мы видим экземпляр класса Counter. Содержанием вот такой вот у него здоровенный словарь, где ключом этого словаря является IP-адрес, а значением каждого ключа количество вхождений этого IP-адреса. Есть у класса Counter специальный метод MostCommon, который принимает в качестве аргумента количество наиболее популярных слов вхождений в этом счетчике. И вот мы получили 10 наиболее часто встречающихся IP-адресов, передав туда количество вхождений. И мы получили на этот раз список картежей. Что нам теперь с этим списком картежей делать? Мы можем сделать такую штуку. Прокрутить их в цикле для каждого ключа и значения value in. То есть ключом будет первый элемент картежа, а value в значении будет второй элемент картежа в списке картежей, который у нас сохранен в переменной result. И здесь мы теперь можем сделать так. Print. Показать key. И там плюсик какой-нибудь. Дефис. Плюсик. Value. Да, он сказал, что он не может конвертировать целые числа в строки неявно. Поэтому мы должны явно это указать. Пусть будет так, как он хочет. Вот. Для более наглядных таких целей. Это что касается нашего парсера. В общем-то задача, можно сказать, решена. Всего на все. 10 строк и все готово. Но мы хотим сделать веб-интерфейс, поэтому нужно немножко помочиться еще. Находясь в виртуальном окружении, я устанавливаю flask. Flip install flask. Все. Так. Я думаю, что это можно закомментировать пока. И отложить в сторону. Первым делом мы должны импортировать из модуля flask класс flask. С большой буквы. И создать приложение. Экземпляр класса flask. Традиционно его обзывают, сохраняют переменную app. Обращаемся к конструктору класса flask. И передаем туда наше знакомое name. Это важный аргумент. Он ссылается, понятное дело, на наш файл main.py. И исходя из вот этого пути, flask будет рассчитывать остальные пути до всяких там зависимостей. До шаблонов, до статичных файлов и так далее. До всего остального. Поэтому мы туда передаем name. И теперь мы запускаем наше приложение. У экземпляров класса flask есть метод run, который может поднимать некоторые аргументы. И я туда передам аргумент debug true, чтобы каждый раз вручную не перезагружать приложение, когда мы будем все это описывать. Можем попробовать запустить. Вот нам сообщает Python о том, что у нас запущен сервер на 5000 порту. Если мы сюда перейдем, то мы увидим, что у нас отзыв есть с сервера, но ничего не найдено. Потому что мы пока ничего не определили, что он должен нам, собственно, возвращать. Давайте сделаем первую вьюху, первую функцию обработчика. Обращаемся через собаку к нашему экземпляру класса flask, к переменной app. Вызываем метод route. И сообщаем этому методу, собственно, путь до нашей вьюхи. То есть сейчас мы определим вьюху функцию обработчик, который будет что-то делать. Будет возвращать какой-то результат, какой-то текст. Традиционно это hello world. Сервер перезагрузился, как только я сохранил файл. Если я нажимаю F5, мы получаем наш hello world. Отлично. Теперь нам нужно просто на этой странице отобразить форму для принятия файла нашего лога. И затем как-то отображать результаты наших вычислений, наших манипуляций с этим логом. Что делает эта конструкция? Как вы, наверное, знаете, вот эта вот собака. Это означает, что функция app route, метод route, является декоратором, то есть оберткой, функцией оберткой для вот этой функции, для функции индекс. Что она, собственно, делает? Она выстраивает соответствие между путями, урлами и функциями-обработчиками. Вот такого рода получается соответствие. Где-то в кишках фласка создается такой вот объект, такого вида примерно, такой структуры, где ключом этого словаря является урл какой-то, например, блок или еще какой-то, или корневой урл, как у нас сейчас. И значением этого ключа является функция, которая будет обрабатывать все входящие запросы по вот этому адресу. Вот, собственно, что делает этот декоратор. Не более того. Но так, конечно, много не напрограммируешь, поэтому обычно используют шаблоны. Для того, чтобы использовать шаблоны, мы должны кое-что импортировать из модуля Flask. Мы должны импортировать функцию render, нижнее подчеркивание, template, rendering шаблонов. И на этот раз функция index будет нам возвращать шаблон. render template. И теперь мы должны в качестве аргумента передать название шаблона index.html или даже base.html до начала. Все шаблоны по умолчанию хранятся в папке templates. Создаем новую папочку. Называю ее templates. И внутренне ее я написал, что мне нужен base.html, поэтому я внутренне ее создам файл. Он будет называться base.html. Эммет мне поможет, развернул мне конструкцию, док-тайп, базовый шаблон, совсем базовый. И я здесь заголовок задам. Apache.log.parcer. Можем теперь посмотреть, как изменилась наша страница. Вот мы здесь увидели, что у нас поменялся title. Apache.log.parcer. Обычным базовым шаблоном является самый такой абстрактный шаблон, который содержит в себе неизменяемые части всего сайта. Футер, объявления скриптов, подключаемые вот эти CSS стили, какие-нибудь менюшки, сайдбары и все такое. То есть, то, что не составляет основную часть контента. То есть, те элементы, которые присутствуют на всех страницах. А изменяемые части содержатся вот в таких вот блоках. Они могут быть и разными. Эти блоки, они представляют собой своего рода такие окошечки, как в анкетах пустые места, в которые мы должны заполнить контент. А этот контент, он обычно содержится в каких-то других шаблонах. Поэтому я здесь создам еще один шаблон, назову его index.html, который будет расширять у меня базовый шаблон. Extends.base.html. Вот такая вот конструкция, фигурная скобка, знак процента, ключевое слово Extends и название шаблона. И вот теперь, если я здесь создам такую же конструкцию блок с названием content, а здесь я укажу, например, тег h1 с каким-нибудь названием apache-logo-parcer. И заменив здесь во вьюхе указание, что мне нужно отрендерить шаблон не base, а index.html. И обновив страницу, я получаю отрендеренный индексный шаблон. И теперь мне нужно перейти на страницу getBootstrap. И подсоединить CSS стиль. Ctrl-C. И вставляю в базовый шаблон, потому что он базовый. И содержит в себе все нужные, все общие части для всего сайта. Обновив страницу, я вижу, что стили применились в страповске. Поменялся шрифт. И теперь самая сложная часть остается. Это создание формы. И после того, как форма будет создана, нам нужно будет описать вьюху. Функцию обработчик, который будет принимать данные от формы и что-то с ними делать. Переходим сюда, в index.html и будем теперь поверстать. Перейду на сайт с bootstrap. Раздел документации. И нам нужна вкладка компоненты. И я ищу формы. Так, я ищу форму для... Вот эту форму для файлов. Для выбора файлов. Копи. И сюда я ее вставляю. Лейбл уберу. ID нам тоже не нужен. Потому что лейбл убрали. Так, и теперь у нас здесь есть ряд атрибутов, которые мы должны указать. Форма. Во-первых, мы должны определить метод. Поскольку мы приложению что-то передаем, какие-то данные в виде файла, то метод, который мы должны использовать, это метод post. По умолчанию формы поднимают, точнее используют метод get. То есть мы посылаем запрос на получение информации. То есть мы читаем что-то. Этот get это запрос на чтение. А когда мы что-то пустим, мы именно делаем запрос в post. В данном случае мы будем передавать файл с логом, поэтому используем метод method равный post. Это первое. Следующий аргумент, точнее не аргумент, а атрибут, который мы должны указать. Мы должны указать вьюху, которая, ну не вьюху, функция. Функцию, которая будет обрабатывать данные этой формы. Это задается атрибутом action. Action равен. Кавычки двойные. И внутри кавычек мы вставляем, используем две фигурные скубочки слева и две фигурные скубочки справа. Окошечко такое. И внутри этого окошечка мы вставляем вызов функции url4. Это функция фласка, которая будет нам генерировать ссылку до функции обработчика. То есть action это ссылка на обработчик. И url4 нам будет генерировать ссылку. Индекс это не название индекса. Индекс HTML. Индексного шаблона. Это название вьюхе обработчик. Индекс. Если бы у нас здесь было бы не индексное вьюх, а какое-нибудь другое. Pamparam какой-нибудь. То вот здесь мы бы писали pamparam. Пробельчик я поставил тут чисто для наглядности. И наконец последний атрибут, который мы должны указать здесь. Мы должны указать, что форма принимает файлы. Мы должны явно указать тип кодировки. Encoding type. Enc type. Который равен внутри кавычек указываем multi-part slash form defis data. Вот теперь наша форма готова принимать файлы. Это что касается тега форм. Теперь у нас есть тег input который содержит type файл. И нам нужен еще один аргумент который будет называться name. Name будет принимать значение файл тоже. Что такое name? Дело в том, что данные формы они попадают в специальный объект фласка который называется request. Там много данных хранится. И файлы, например, хранятся в словаре который называется files. И вот этот вот файл который мы здесь назвали имя файл это ключ этого словаря files. Потому что мы же можем не один файл передать. И форма может быть не одна. И они могут быть как-то храниться по-разному. Но мы об этом сейчас еще поговорим когда будем вьюху описывать. Так, пока задали name файл. И нам здесь не хватает кнопки. Сюда, наверное, вставлю button type у нее будет submit имя можно убрать, наверное и назову кнопку submit сохранюсь давайте смотреть что у нас вышло F5 вот наша форма совершенно некрасивая кнопка обычная но вроде типа работает пока ничего не произошло потому что мы не сказали что делать кнопку я класс задам не красиво некрасиво класс класс равен битин 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 ремли есть и теперь мы переходим ко вьюхе нашу форма передает посылает пост запрос давайте определим методы methods это список передаем пост запрос указываем здесь ну и get запрос потому что нам придется еще форму пользователя отображать может быть какие-то еще данные поэтому пост и get запросы мы принимаем окей дальше следующая вещь если у нас есть пост запрос тогда мы должны найти этот файл считать его посчитать айпишники и потом отрендерить страницу показать пользователю собственно результаты наших манипуляций а если get запрос просто отобразить вот такую такую вот страничку ничего не делаем if поэтому method простите request который кстати нужно еще импортировать объект request from flask import request if request method является пост тогда и тогда мы должны добраться до файла и его прочитать данные формы как я уже говорил они хранятся в объекте request в разных местах вот здесь данные методы в объекте request files это словарь хранятся файлы и поскольку мы здесь определили базовый шаблон можно закрыть здесь мы определили имя файл соответственно мы вот в request files в этом словаре мы обращаемся к ключу файл если бы мы здесь определили имя пурумпурум то здесь бы нам пришлось указывать ключ пурумпурум вот мы обратились к этому файлу к логу и теперь мы вызываем метод read и его считали как то мы его прочитали теперь мы его куда-нибудь сохраним давайте мы его сохраним в переменную f переменная f у нас теперь открыт файл и вот тут есть одна важная деталь такая вот запись очень похожа на то что мы делали вот в нашем вот этом примере когда открывали лог просто его считывали и дальше сразу работали вот с фласком такая штука не прокатит потому что фласк по какой-то причине не знает что такое Unicode вообще и вот этот вот файл он не будет прочитан как строка он будет прочитан как последовательность byte если вы прочитаете тип данных переменной f вы увидите что это просто тип bytes то есть последовательность byte а нам нужна строка с которой мы можем работать поэтому ее нужно явным образом привести к строковому типу и делать это мы будем вот таким образом я создам переменную txt которая у меня да будет вызывать функцию str да приведение аргумента этой функции к типу строковому к string и внутри этой функции я обращусь к переменной f к файловому объекту вызываю метод decode аргумент и в качестве аргумента я ему указываю кодировку utf 8 простите 8 вот в таком виде после такой записи мы получим наконец строк с которыми мы можем работать уже работать мы можем вот таким вот образом скопирую эти строчки вставлю сюда раскомментирую значит refine all pattern data вместо data я указываю переменную txt и вот в IPS у нас теперь есть все наши айпишники давайте их передадим в шаблон как данные из вьюг передаются в шаблоны передаются они в функцию render template какими-то вторыми третьими пятыми десятыми аргументами мы придумаем название например пусть это будут ну пусть будут ну не знаю дублирование будет небольшое addresses мы потом поправим я исключительно в демонстрационных целях это дело создаю вот такой вот параметр именованный который будет у меня принимать значение в переменной IPS вот этой это список я напомню список IP адресов и вот я здесь указал что нам нужно отрендерить индексный шаблон и передал в качестве второго аргумента вот этот вот параметр addresses адреса и вот этот addresses он попадает в шаблон и становится доступным имя addresses становится доступным здесь давайте мы создадим какой-нибудь контейнер допустим допустим так я его взял и здесь я запущу цикл для каждого IP переменная IP я ее только что придумал в списке и мы знаем что список мы передали в параметры addresses то есть вот этот имя параметра становится переменной в шаблоне и я обращаюсь к переменной address и теперь я должен вставить в шаблон IP адрес IP вот такая вот конструкция фигурные скобки со знаками процентов означают что это выражение какая-то конструкция выражения а просто фигурные скобки парные это вставка в шаблон значения каких-то переменных или свойств сохраняю это и давайте мы попробуем посмотреть что у нас получится он говорит о том что у нас переменная IPS а мы на нее ссылаемся до того как мы ее вызываем да это связано с тем что вот видите условие вот это стало отрабатываться да но я забыл что у нас идентация осталась на прежнем уровне и это нужно учитывать вот поэтому нужно сдвинуть вызов не вызов а возврат значения на уровень правее здесь здесь просто вернуть шаблон render template index о чем собственно идет речь если пост запрос то мы показываем форму ну не показываем форму мы принимаем значение из формы обрабатываем их возвращаем все вот это в индекс и дальше нам рендерится индекс вот с этими значениями а если это get запрос то мы просто рендерим шаблон без вот этих манипуляций всех собственно об этом и было предупреждение вот наша форма вот наш лог submit и вот наша IP адреса почти получилось идем дальше давайте мы адреса сменим на IP потому что так короче и понятнее и IPS здесь соответственно тоже у нас появляется counter надо посчитать их вот наш counter вот мы получили переменную result и теперь нам нужно взять возьмем 10 самых популярных и нам нужно подготовить список для бана давайте мы создадим переменную бан это будет пустой список затем я запущу цикл for но как вы помните у нас переменная result содержит список кортежей где первый элемент кортежей это IP адрес а второй элемент кортежей это сколько обращений с этого IP адреса к нам поступил поэтому цикл for будет выглядеть следующим образом для каждого ключа и значения в списке списке result мы будем делать следую если значение value больше ну не знаю 100 пусть будет больше 100 тогда мы расширяем список бан append в следующем значении и здесь я хочу уже делать список словарей потому что со словарями удобнее работать можно обращаться по ключам ключ IP он будет принимать значение key и ключ наверное будет пусть частота frequency и он будет принимать значение переменной value то есть на каждой итерации цикла у нас здесь будут парные данные key value здесь IP адрес а здесь значение из кортежей тот же список кортежей и если value больше 100 тогда мы в бан в список бан заносим данные этого кортежа IP адрес становится значением ключа IP а value частота становится значением ключа frequency и теперь вот этот бан список мы передаем в шаблон давайте теперь посмотрим как мы это сделали повторить отправку и вот у нас мы видим что у нас распечатались наши словари давайте мы конкретизируем наш ответ на каждой итерации цикла у нас переменной IP будет словарь поэтому давайте мы здесь напишем IP IP у него каждого давайте так чтобы придумать такое элемента хорошо для каждого элемента в списке IPS поэтому здесь у нас будет элем ключ обращаемся к переменной элем и поскольку на каждой итерации цикла здесь записывается словарь то у этого словаря есть ключ IP мы обращаемся к этому ключу и сюда будет записан ключ то есть IP адрес и здесь у нас будет ключ frequency давайте упакуем все это дело в какой-нибудь tag P F5 повторить отправку и вот мы видим что наша задача в общем-то выполнена за исключением последнего вот этого блока давайте мы его тоже здесь где-нибудь сделаем бан назову буквально аналогично все за исключением частота нам уже не нужна и здесь мы указываем deny from идет указание как-то так предварительно теперь нам нужно это все привести в надлежащий аккуратный вид так я хочу сделать так чтобы это было во-первых содержание центрировано по странице по центру чтобы был отступ от верхнего края чтобы кнопочки были на одной строке и вот эти блоки были разделены но давайте начнем с центрирования я перейду в базовый шаблон и этому блоку вот я размахнулся оберну оберну их в контейнер и еще один диф с классом ро который будет занимать у меня шесть bootstrap колонок всего у bootstrap 12 на весь экран 12 колонок он будет занимать половину всего пространства и я хочу чтобы оно было отцентрировано поэтому это делается тегом mx авто в четвертом bootstrap вот как-то так давайте посмотрим сохранимся в 5 повторить поправ повтори да и вот у нас немножко скособочилась это все но мы это сейчас все поправим апач надо отступить наверное можно здесь сделать margin top 5 отступим да и теперь мы переходим к индексу и начинаем его верстать здесь посмотрим на апач что тут у нас заголовок первого уровня он у нас прижат к левому краю и не центрируем центрируем добавим заголовку класс это будет класс мх мх авто мх так теперь для того чтобы производить какие-то манипуляции с формой ее тоже нужно обернуть в контейнер наверное контейнер у него будет строка нет просто контейнер сделаем отступ от заголовка мт5 еще еще одну обертку сделаю это будет ро сохраняюсь посмотрим что получилось до отступы есть но у нас тоже все прижата краю прижата к левому краю вот наша форма а это родительский контейнер то есть я хочу чтобы оно было отцентрировано тоже это делается специальным классом который называется justify content center justify content center опять смотрим да и теперь мы переносим сюда это делается следующим образом я думаю что целесообразно сделать дополнительную обертку для наших вот этих вот input элементов формы это называется обертка form raw и каждый input мы оборачиваем в div form кол то есть это строка формы это будет колонка то есть строка будет разделена на две колонки на левую и на правую поэтому я выделяю input и создаю form call и здесь form call вот получилось так форм raw для наших input для input файла форм и для кнопки у нас получается форм control с сохраняемся смотрим вот таким образом идем дальше вниз вложенность вложенность большая но если вложенность она смущает тогда придется ручки ручками верстать так давайте я здесь сделаю не апс а raw опять таки и у нее будет отступ так же как и у заголовка маржин топ 5 mt 5 а и затем я хочу центрировано чтобы было чтобы она была центрирована авто mx авто и текст должен быть центрирован центр так сохраняемся давайте смотреть так уже кое-что у нас здесь смешалось наше значение с нашими другими айпишками то есть получается у нас тут по три значения три колонки как будто бы нам нужно разбить это все в один столбик но я думаю сделать это следующим образом так это сюда убираем тег пи создаю обертку div будет колонка шесть бутстраповских колоночек то есть половина родительского элемента и здесь делаю так же смотрим да получилось и здесь делаем примерно то же самое что вот тут только одна колонка будет центрированная отступ от верхней колонки мт5 я еще мне не нравится что он прижат книзу поэтому я сделаю еще мтмб точнее margin bottom 5 отцентрация мхавто и текст центра мхавто это для дивов а текст центра это для непосредственно текста и наверное я уберу отсюда пи сделаю как здесь кол шесть в пять шесть это получилось две колонки влезло сюда в один родительский див надо наверное двенадцать указать чтобы была одна большая колонка ну вот как то так вот и все давайте еще раз посмотрим нажиму сюда я обновлюсь lock открыть submit вот наше все это вот можно скопипастить и файл htx вставить вот таким образом довольно удобно быстро во всяком случае не сохранять давайте мы еще раз пробежимся над тем что мы сделали мне кажется самое сложное это как раз верстка в этой части можно удалить итак погнали создали экземпляр класса flask наше приложение затем мы вызвали метод road куда мы передали указание на наш корневой адрес euro метод road является декоратором для функций индекс оборачивает ее то есть у нас выстраивается ассоциация между url и вьюхи обработчик которая будет обрабатывать запросы по этим url и что мы здесь дальше сделали мы создали форму tag form которая занимается тем что отправляет нам файл методом post указали указали в атрибуте action ссылку на нашу индексную вьюху на функцию обработчик на ту функция которая будет обрабатывать данные вот этой формы после того как мы нажимаем на кнопку submit может быть button это будет может быть это будет input все что угодно с с типом submit и третий необходимый атрибут для тега form это атрибут типа кодировки ngtype для файлов это multipart formdata вот все что нам нужно для того чтобы передавать файлы через форму и в input мы еще дополнительно указываем атрибут name атрибут name у нас указывается вот здесь вот в словаре когда мы обращаемся к словарю files мы забираем конкретный файл который находится под ключом файл вот этот ключ если мы здесь назовем скажем его log file и name у нас будет log file как там было через нижнее подчеркивание для нашего приложения с вами ничего не изменится обзор log открыть submit вот все то же самое имя определяет именно ключ в нашем словаре files у объекта request получили файл вот обратившись к ключу log file и вызвали метод read чтобы его считать записали в переменную f в переменной f записан объект класса bytes последовательность byte никакой строки там в помине нет чтобы можно было с ней работать то есть превратить строковый тип нам пришлось писать вот эту всю конструкцию то есть предварительно мы декодировали файл содержание этого файла этих байт в кодировку utf 8 а потом явным образом привели к типу string и вот теперь у нас получилась строка которую мы записали в txt создали паттерн нашли список всех ip адресов сосчитали количество вхождений каждого ip адреса вызвали метод most common определили количество наиболее популярных ip адресов вхождений которых было достаточно большим то есть первые 10 мы взяли по частоте вхождений и записали в переменную result в переменную result записался список кортежей список там были кортежи из двух элементов 0 1 и здесь 0 1 и так далее затем мы взяли и стали прокручивать этот список кортежей в цикле for на каждой итерации цикла брался один кортеж и он распарсивался первый элемент попадал в переменную key второй элемент попадал в переменную value ну то есть key стали ipшниками а value частотой встречания ну количеством вхождений этого ip в файле в логе и и дальше мы говорили что если количество вхождений больше ста тогда мы расширяем список бан который пустой был вот следующим словарем создавали словарик каждый раз и у него было два ключа ключ ip куда записывался ip адрес первый элемент кортежа и ключ frequency куда записывалось количество вхождений этого ip адреса вот сформировался таким образом списочек за 10 итераций бан который мы передали в шаблон в шаблон он попал в переменную ips и именно с переменной ips мы работаем в шаблоне это уже здесь здесь мы прокручиваемся в списке со словарями ips на каждой итерации цикла в переменную элем попадает словарик и здесь мы просто извлекаем нужные нам данные обращаемся к переменной элем вот к этой обращаемся к ключу ip забираем ip адрес и на второй строке мы забираем частоту а здесь мы просто добавляем deny from и указываем ip адрес это уже для апача а здесь остальная верстка mt это отступ отверх это сокращение margin bottom justify content center это исключительно флексовый флексбоксовый такой как сказать директива центрировать контент форум что мы и сделали отцентрировали контент содержание этого контейнера форму относительно родителей да родительского контейнера относительно его diva с классом raw justify content center мы его отцентрировали и уже внутри этой формы мы сделали одну строку для формы и разбили ее на две колоночки в первую колоночку попал input для файла а во вторую колоночку попал button input кнопка попала здесь сделали то же самое отступ на пять от верхнего контейнера от этого центрация самого контейнера по центру и центрация текста содержание этого контейнера и внутри две колонки по половинке от родительского контейнера родительский контейнер у нас вот этот я напомню где там base вот этот речь идет об этом контейнере и здесь примерно аналогично только мы еще сделали отступ margin bottom на 5 от от низа вот здесь вот собственно и все если вам понравилось ставьте лайки и подписывайтесь на канал вот вот